МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В оздоровительном лагере Лосенок прошли пожарные учения. Выпускники прощались со школой. Подведены итоги городского конкурса между детскими садами. Пляжный сезон в Устеринске открыли танцами на песке. Следователи считают, что причиной смерти 10-летнего Миши Бутакова могло послужить отравление бытовым газом. С места в городской лесополосе, где 19 июня найдено тело ребенка, изъято два газовых баллона. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, информирует сайт Следственного комитета Российской Федерации. По результатам судебно-медицинской экспертизы уже выявлено, что смерть мальчика наступила от сердечной недостаточности. Напомним, 15 июня несовершеннолетний ушел из дома и не вернулся. Мать ребенка обратилась в органы внутренних дел. Следователями Следственного комитета по факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 20 июня утром в летнем оздоровителном лагере «Лосенок» прозвучала сирена. По громкой связи было передано, что в одном из корпусов произошел пожар. Учебная тревога мало чем отличалась от настоящей. К воротам лагеря съехались пожарные машины. Все действия огнеборцев были отлажены и оперативны, с учетом того, что на повестке безопасность детей. Корпус был обследован газа дымозащитниками. В результате в одной из комнат была найдена девочка, а в душевой помощник воспитателя. Пожарные эвакуировали пострадавших в соседнее здание. Следам без промедления для оказания помощи прибыл врач. После успешного тушения и спасения рядом стоящих корпусов пожарные продемонстрировали детям возможности спецоборудования и техники. Под общим впечатлением от увиденного воспитанники тоже решили продемонстрировать пожарным свое творчество и устроили для огнеборцев творческий концерт. Позади нелегкие экзамены и давно опустили школьные парты. Для тех, кто окончил последний класс, настала пора серьезных испытаний и трудного выбора. Получение аттестата открывает необъятный горизонт и множество дорог, а школа прощается со своими воспитанниками. Перед ними откроются двери вузов и техникумов. Но завершающим торжественным аккордом в школьной жизни станет выпускной бал, который прошел в городе 21 июня. Тему продолжит наш корреспондент. С сегодняшнего дня перед выпускниками открывается новый мир, не похожий на привычный. Теперь они сами в ответе за свои поступки. День прощания со школой стал последним днем, когда ребят можно было назвать одиннадцатиклассниками. Зрелость подтверждают уже полученные аттестаты. Счастливые и взволнованные они отправляются на незабываемый выпускной бал. Мы хотели, чтобы стала традицией встреча, вот такая встреча всех выпускников города, чтобы они могли друг друга увидеть, познакомиться, может быть, и какие-то свои на память оставили какие-то традиции еще внутри своих коллективов. Традиционно четвертый год подряд праздничная программа начинается с марша выпускников по красной дорожке. Затем во Дворце культуры дружба чествуют медалистов, а также особо отличившихся в науке, спорте, творчестве, общественной работе и исследовательской деятельности. Выпускники были номинированы от каждой школы, выбирали самых достойных. Помимо этого проходило голосование за лучшего выпускника и выпускницу 2014 года. Также в традицию вошел и вальс юности, который состоялся на главной площади города. Далее колонна красивых и счастливых выпускников с песнями двинулась по проспекту Мира, кинотеатру Иросама. Через годы мы как нас застояем! Городной, сны, 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 сны! А уже на самой площади, перед кинотеатром, выпускники в торжественной обстановке заложили памятную плиту. Выпуск 2014. И завершающим этапом торжества стала встреча у обелиска «Три звезды», где ребята возложили цветы и сделали общее фото на память. Не верится, что череда неповторимых школьных лет пронеслась так быстро. Мечтая об окончании школы, никто из выпускников не ожидал, что вместе с радостью этого счастливого дня придет и грусть расставания с привычной жизнью, давними друзьями и школьным двором. Я ездила в Иркутск получать губернаторскую медаль. Еще обещают федеральную, которая будет котироваться по всей России и при поступлении нам помогать. Я закончила 9 класс с отличием и в 11. Наконец-то закончили школу. Новый этап жизни, поступление сейчас. Очень грустно, что мы покидаем наших учителей и уезжаем от родных. Но все равно какая-то легкая грусть и радость, чем она присутствует. Меня выбрали в качестве выпускника года. Ну и как ты рад? Я так же этого не ощутил. Не знаю, для меня это привычное такое ощущение. Сегодняшний мероприятие, как лица, как лица, праздник. Великолепно, потрясающе. Очень понравилось, очень понравилось, очень насыщенно. Все быстро, в быстром ритме, отлично, просто все прошло как по маслу. Великолепно. Обычай встречать рассвет после выпускного бала стал обязательным атрибутом этого праздника. Восход солнца – это начало нового дня. Именно с началом нового периода жизни у выпускников и ассоциируется встреча рассвета. Что их ждет впереди? У каждого свои планы, мечты, надежды. Пусть их дальнейшая судьба будет светлой и счастливой, а воспоминания об этом дне никогда не сотрутся из памяти. Анна Ефремова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Премии губернатора отметили 75 лучших врачей и средних медицинских работников учреждений здравоохранения Иркутской области. Также медработникам были вручены премии. Размер их составляет 150 тысяч рублей для врачей и 65 тысяч для средних медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. На торжественной церемонии вручения наград было отмечено, что в регионе сложилась достойная профессиональная команда медицинских работников. За последние годы значительно увеличилась финансовая поддержка регионального здравоохранения, что отразилось не только на росте профессионального уровня работников, но и на развитии диагностической лечебной базы. Премии губернатора лучшим работникам здравоохранения региона способствуют поднятию престижа профессии. Впервые она была вручена в 2010 году. Театр начинается с вешалки, а детский сад – с игровой площадки. Настроение ребенка во многом зависит от того, как его встретят в саду. Воспитатели стараются, чтобы условия в дошкольном учреждении способствовали развитию творческой личности. В профильных детских садах основное внимание уделяется здоровью малышей. Так или иначе, все остеренские сады соответствуют жестким требованиям федеральных стандартов. Очередной конкурс, объявленный Управлением образования, еще раз доказал, что фантазии педагогов и родителей нет предела. Детский сад – цветущий сад. Муниципальный конкурс «Мотор» с таким названием впервые был объявлен в городе. 18 дошкольных учреждений из 23 не побоялось принять в нем участие. Я думаю, что многие взвесили свои ресурсы и поэтому не рискнули еще сделать такой шаг. Но те, кто принимают участие, они уверенно уже представляют именно свои учреждения на городском уровне. Специальной комиссии предстояло посмотреть, насколько готовы детские сады к летней оздоровительной кампании. Лето в Устилимске очень короткое. И сделать его незабываемым можно с помощью творчества и фантазии. Дошкольные учреждения представили индивидуальные проекты. Удивляться было чему. Прямо на свежем воздухе развернулись двигательные и познавательные развивающие центры. Как можно интереснее занять и увлечь ребенка? Такую основную цель преследовали все без исключения конкурсанты. Все, что установлено на площадках, не только красиво, но и функционально. И, конечно, соответствует требованиям СанПИНА, чему сегодня уделяется огромное внимание. Чтобы превратить обычную площадку в сказочную страну, больших денежных средств не требуется. Чудеса рождаются при минимальных финансовых затратах. Главное – неравнодушие и заинтересованность взрослых. Большинство – это помощь родителей. Конечно же, я хочу сказать, это не только финансовая помощь, это вообще физическая помощь. Потому что мало того, что они разработали сами свой проект, свой макет, приходили сюда, как бы помогали. Я знаю, что до глубокого вечера работают родители на участках. То есть этот конкурс поднял общественность, и в том числе родительскую общественность. Заведующая детским садом «Солнышко» Антонина Притула очень волнуется. На территории своего учреждения она впервые в роли не руководителя, а члена конкурсной комиссии. Также требует очень творческого подхода и требует большой такой работы физической самого коллектива. И вот именно сложение все это в единое и целое, оно должно получиться и состояться. И я считаю, что на сегодняшний день, как член комиссии, как руководитель, это состоялось. И я удовлетворена тем, что педагоги этого учреждения, мои родители, я им очень благодарна, всем-всем, без исключения, за то, что они, несмотря на занятость, работали вечерами, работали в субботу и воскресенье. Они поддерживали педагогов, поддержали эту идею. Относятся к этому очень трепетно. Как руководитель, конечно, я не могу оценивать наше учреждение, но я горжусь своими педагогами, я им выражаю всему коллективу слова огромной благодарности. Но как член комиссии я хочу отметить особенно то, что на сегодняшний день проект «Лето-2014» получил хорошую стартовую путевку. Условия созданы во всех учреждениях, которые приняли участие. Клумба из старого резинового сапога, ортопедическая дорожка из использованных автошин, фонарики из одноразовой посуды и насекомые из строительной каски. Вот так рождаются маленькие шедевры, развивающие воображение и творчество ребенка. Молодой педагог Татьяна Сартакова признается, что готовили площадки в первую очередь для ребятни, но не прочь и посоревноваться с коллегами из других садов. Когда мы готовились, руководствовались прежде всего тем, чтобы было удобно детям, чтобы они развивались во время игр, чтобы им было интересно, чтобы они были чем-то заняты. Когда летом очень жарко, чтобы они играли с водой, чтобы они могли зайти на веранду и там не просто посидеть в теньке, а тоже поиграть в какие-то интересные развивающие игры. Ну и конечно, чтобы было красиво, тоже хотелось все вместе. Дети уже успели оценить старания педагогов и родителей. Кстати, старшие ребята сами принимали активное участие в благоустройстве площадок. И дети помогали песочек носить, дети уже оценили, мы уже выходили не один день туда гулять, и они каждый раз спрашивают, Татьяна Юрьевна, вечером пойдем гулять? Я говорю, конечно, пойдем. А мы сюда придем? Я говорю, конечно, сюда придем. Всем понравилось. И родители довольны, и дети. Родителям большое спасибо всем родителям нашей группы, кто принимал участие в оформлении участка. Так держать. Сегодня уже все волнения позади. Комиссии нелегко было выбрать лучших, но итоги подведены. Первое место разделили 4 детских сада. Дюймовочка, Подснежник, Солнышко и Искорка. На втором месте Радуга. На третьем Колобок и Зайчик. Все учреждения в августе в преддверии нового учебного сезона обязательно получат достойные призы. Анна Парфений, Алена Феоктистова, Александр Кирин. Информационная программа «Северный город». Это информационная программа «Северный город». Продолжаем. Устеримский суд удовлетворил иск жительницы города, обращенный к индивидуальному предпринимателю, с требованием возместить вред, причиненный ее здоровью. Женщина обратилась в суд после того, как осенью поскользнулась и упала на обледенелом крыльце одного из кафе. В результате с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, различными ушибами, она была госпитализирована в травматологическое отделение. В течение 10 дней женщина находилась на стационарном лечении и понесла при этом расходы на приобретение медикаментов, а также потери в заработной плате. Суд установил, что между бездействием ответчика и причинением вреда здоровью ИСЦА имеется причинно-следственная связь. Ответчик не исполнил свою прямую обязанность по созданию условий для безопасного посещения гражданами помещения кафе. Было решено взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу ИСЦА расходы на оплату лекарственных препаратов, потери в заработной плате, а также компенсацию морального вреда. Не согласившись с таким решением, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию. Коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда сочла выводы Устилимского городского суда правильными и обоснованными, а решение – законным. В прошедшие выходные впервые в нашем городе прошел Open Air. Чем организаторы удивили устилимцев, смотрите далее. В жаркий и солнечный день множество горожан собралось на правобережном пляже, чтобы в удовольствие провести субботний выходной. Устилимское молодежное движение «Поколение НЕКС» никому не дало скучать. Была устроена интересная программа для отдыхающих. Несмотря на технические неполадки, ничто не помешало всем зажечь прямо на песке. Участницы коллектива восточных танцев «Шарифа» показали свои яркие номера. Организатор предприятия связалась с нашей студией и предложила кому-то из нас выступить. Мы изъявили желание попробовать. Хорошо, весело, безалкогольно. Прикольно, драйв. Люди всех возрастов принимали активное участие в необычных соревнованиях. Снайпер и пляжные скачки. А конкурс «Куличики» пришлось проводить несколько раз, так как не было отбоя от желающих окунуться в детство. Никто не остался без подарков. Отдыхающие поделились впечатлениями от вечеринки на свежем воздухе. Круто, классно. Погода, правда, чуть-чуть подвела, а так все классно. Конкурсы, интересно, очень все. Хотелось бы, чтобы проводились побольше праздников таких. Просто прийти на пляж, позагорать, это неинтересно. Мне кажется, вот конкурсы, каждый день вот такая музыка, было бы очень хорошо, очень приятно. Все действие сопровождалось такими заводными песнями, что никто не мог усидеть на месте. Даже выпускники не обошли стороной этот праздник. Самым зажигательным танцорам вручали главные призы – MP3-плееры. Все были в восторге от выигрыша. На этом мероприятие не закончилось. Различные хиты продолжали еще долго радовать публику. Но с субботнего вечера пляжный сезон можно считать открытым. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Консультант Плюс сообщает, в России предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 4%, разлитое в полимерную потребительскую тару. Использовать такую тару при продаже в розницу у алкоголя с содержанием этилового спирта 4% и менее допускается, если объем тары до полулитра. Нарушителям запрета грозит административный штраф с конфискацией алкогольной продукции или без таковой. Штраф для юридических лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей. Если законопроект станет законом, то он вступит в силу 1 января 2015 года. Однако предлагаемые ограничения планируется реализовать постепенно. Для этого в документе предусмотрен переходный период из нескольких адапов. На этом все. Спасибо за то, что были с нами. Смотрите каждый будний день «Северный город». Будьте в центре событий. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»